Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления и формирования инвестиционных портфелей. Сегодня уже, наверное, набившая оскорбленную тема про инфляцию. Если еще год назад никого это особо не интересовало, мы очень много про это говорили, сейчас мы уже по факту видим инфляцию, мы сейчас по факту видим изменения ожиданий рынков по поводу инфляции. И появляется большое число комментариев, что же делать. Задаваться вопросом, что делать, надо не тогда, когда что-то произошло. То есть вот конкретно сейчас, получается, 21 числа мы записываем данное видео, 21 февраля, а сегодня рынки падают очень существенно. И люди задают вопрос после того, как акция упала на 9%, что делать? Или доллар вырос до 78 рублей, что делать? Ждать его в 80 или еще что-то? То есть сейчас его надо продавать, но все же задают этот вопрос, а покупать ли его по 78 или нет. Я призываю просто подписаться на канал, потому что на канале мы говорим до того, как произошло какое-то экстренное событие, что делать, что поможет чувствовать себя спокойно при коррекции, что позволится защитить от инфляционных рисков, что в принципе позволит защитить свой капитал от падения, а не тогда, когда это произошло. То есть сейчас, я думаю, большое количество людей просматривает и ищет ответы на эти вопросы, но даже все, что мы можем сказать в настоящий момент, вы уже этого реализовать не сможете. То есть уже все упало, инфляция уже непосредственно разогналась. И давайте мы ответим на вопросы, которые появлялись, которые мы зафиксировали для себя. Я считаю, важно получить на них ответы, несмотря на то, что в самих видео, которые публиковались, ответы в принципе поступали. Но это вот конкретно сейчас, в настоящий момент, что же нужно делать в свете разгоняющейся инфляции. Максим, на чем основана гипотеза, что инфляция будет падать и вслед за ней ставка рефинансирования? Ну, это российский КФЗ касается. У нас был отдельный ролик, где мы говорили о том, как использовать процентные ставки, которые растут. Смотрите. Нужно понимать причину инфляции, что вызвало инфляцию в мире, что вызвало инфляцию в России, и какова продолжительность влияния этих факторов и кредитно-денежная политика центральных банков на вот эту вот разгоняющуюся инфляцию. Как зависит политика центральных банков на инфляцию? То есть посредством процентной ставки центральные банки управляют инфляцией. Когда инфляция становится высокой, то происходит повышение процентных ставок. Когда повышение процентных ставок, в свою очередь, приводит к тому, что удорожает стоимость денег, удорожается продукция, Кредит становится дорогим, мало желающих людей брать кредит под столь высокий процент, покупательская активность снижается, люди меньше потребляют, компании начинают, соответственно, сокращать персонал, увеличивается безработица, и это приводит к тому, что покупательская активность снижается, люди не уверят в завтрашний день, они боятся, что их могут отправить в бессрочный отпуск или вообще уволить, и, соответственно, люди перестают активно потреблять, инфляция замедляется и растет безработица. Вот такие взаимоисключающие события. Первое, что нужно понимать, что центральный банк управляет инфляцией по средствам процентной ставки, он управляет инфляцией и безработицей, два таргета, которые берут на себя центральные банки, которые они таргетируют, которыми они непосредственно управляют. Второе, почему уверенность, что в первом квартале будет пройден пик? Уверенность в том, что есть так называемое понятие эффект базы, то есть, когда у нас произошло снижение инфляции, то есть, чтобы говорить о замедлении инфляции и когда она будет высокой, нужно понимать, когда она начала расти. Когда у нас инфляция начала расти в мире? Инфляция начала расти во втором квартале 2021 года. Почему она начала расти во втором квартале 2021 года? Год назад, во втором квартале 2020 года, когда началась пандемия, всех закрыли на локдаун, скорость обращения денежной массы уменьшилась, инфляция схлопнулась, она просто упала. Люди перестали элементарно тратить, и это привело к тому, что инфляция замедлилась. Она упала в отрицательное значение во втором квартале 2020 года. Когда прошел год и наступил второй квартал 2021 года, из-за того, что эффект базы был низкий, то есть, инфляция упала во втором квартале 2020 года, соответственно, со второго квартала 2021 года инфляция начала разгоняться. И мы смотрим вот этот на временной лак, а что же у нас происходило с денежной массой в этот промежуток времени, начиная со второго квартала 2020 года. Начали печатать деньги. Федрезерв начал печатать деньги. Через месяц включился европейский центробанк, и все начали активно печатать деньги, опустив процентную ставку практически до нуля. И инфляция, соответственно, вот этот вот эффект базы, поскользящий ровно через год, через 12 месяцев, он и пошел. То есть, почему он стал ускоряться? Потому что сначала во втором квартале отрицательная инфляция, а через год, то есть, что это приводило? Экономики стали раскрываться, количество привитых становилось больше, постепенно экономика начала разгоняться, скорость обращения денежных средств начала увеличиться, а количество денег непосредственно впрыснули в экономику. И что мы получаем в итоге во втором квартале 2022 года? Что пик по инфляции ударит именно сюда, потому что в этот промежуток времени, год назад, инфляция была, скажем так, самая низкая. И поэтому получается вот поскользящим. И это факторы, которые влияют на инфляцию. Поэтому, первое, эффект базы. Второе, это ужесточение денежно-кредитной политики, в первую очередь, со стороны Федеральной резервной системы, которая будет повышать процентную ставку или делать очень дистребинные заявления по этому поводу. Прекращение работы печатных станков, сокращение активов на балансе мировых центральных банков. Все это начнется со второго квартала 2022 года. И накопительным итогом это постепенно будет замедлять инфляцию. А еще, если мы говорим про Россию, в России Центральный банк очень оперативно реагирует на инфляционные ожидания, в отличие, допустим, от тех же самых коллег через океан или в европейской зоне. То есть у нас уже ужесточается кредитно-денежная политика, у нас уже процентные ставки достаточно высокие. Составляющая инфляция мировая, то есть передача мирового импульса по инфляции, он как бы на Россию уже пришелся, в том числе через ослабление курса рубля. Факторы инфляции внутри российские, если вот это вот напечатанные деньги в конечном счете в Америке или Европе, они вылились в реальный рост потребления, то есть у людей реально увеличилась зарплата, ставка аренды реально очень сильно выросла. То есть там уже это носит не временный характер, то есть она не опустится до тех значений, которых была, то есть она в любом случае будет выше. Но таких темпов, сверхвысоких 7,5% в Америке, 7% в еврозоне, мы не увидим. То есть она начнет постепенно замедляться. И в России в том числе. Помимо всего прочего, в России не было этих факторов. То есть у нас реально располагаемые доходы, они не выросли с поправкой на инфляцию. И вот эти вот инфляционные ожидания, они постепенно стигнут. И поэтому я считаю, что конец первого, начало второго квартала, это будет пик по инфляции. В первую очередь вот это вот внешнее давление, которое есть по инфляции, которое перебросилось на Россию, пик будет пройден. А почему будет снижаться? Потому что экономика будет восстанавливаться, потому что временные факторы в принципе уйдут. Да, инфляция мировая будет выше, то есть она не будет на уровне 2%, она будет, может быть, на уровне 3,5-4%, будет достаточно высокая. Но не на тех значениях, на которых находится сейчас, на уровне 7-7,5%, то есть она снизится фактически в два раза. Снижение ее в два раза приведет к тому, что российский Центробанк оперативно реагирует на это, мировые регуляторы дают лаг, то есть они оценивают экономику. И поэтому российский Центробанк может переусердствовать, поднять очень сильную процентную ставку, чтобы сбить вот эту вот инфляцию. Ну и также быстро отреагировать на снижение инфляции, да, снизив процентную ставку, что не могут себе позволить, допустим, ДЦБ или Федрезерв. Поэтому вот такой ответ на вопрос, почему это будет? Потому что уйдут временные факторы, которые влияют на инфляцию. Надеюсь, понятно объясню. Давайте попробуем такой формат, короткие 10-минутные видео, может быть, вам они зайдут гораздо интереснее. Напишите в комментариях, заходят или нет. Если да, будем сокращать наши видео. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.